Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение моего урока по Unreal Engine 4, World Creator и Quixel Megascans. Предыдущую часть по работе с Quixel и Unreal Engine можно посмотреть в закрепленном комментарии. Там же ссылка на предыдущий урок по экспорту World Creator ландшафта, созданного с помощью симуляции в Unreal Engine 4. Мое интервью и так далее. В этом уроке мы поговорим о том, как создать ландшафт World Creator, но уже без симуляций. И в 4К разрешении. Поэкспериментируем с различными фильтрами, поговорим об оптимизации вьюпорта World Creator с помощью специальной опции. Также создадим несколько слоев текстур и научимся добавлять песок, исходя из уровня океана. Импортируем этот ландшафт в Unreal Engine 4. Поговорим именно о двух методах импорта. Импортируем Megascan с материалом и создадим специальную функцию, которая позволит нам рисовать ими по ландшафту. Создадим специальные параметры для борьбы с тайлингом. Настроим Displacement. Научимся настраивать Texture Streaming Pool во время переполнения видеопамяти. Научимся экспортировать сплит ландшафт из World Creator и конечно же импортируем его в Unreal Engine 4. Да, материал очень большой и я рекомендую очень внимательно все смотреть, чтобы не допустить ошибок. Ну что, готовы? Поехали! Итак, как обычно, открываем World Creator, настройка сцены, иконка с елками, вкладке Environment, выключаем FOG, чтобы он не мешал текстурированию. Далее открываем Landscape Technical Guide, ссылку на который я оставил в комментарии. Спускаемся ниже и смотрим значения для 4К. Так как, после предыдущего урока, вы все просили показать именно это разрешение. Данные значения вводим в поле Terrain Width и Terrain Length. Затем нажимаем Custom Base Shape. Edit Shape. Flatten Entire Terrain. Yes. Спускаемся ниже и добавляем точки с помощью Level Strand Step 1. Для этого уменьшаем его значение. Снова нажимаем Flatten Entire Terrain. И выбираем второй инструмент в Selection Tool, чтобы было проще редактировать ландшафт. После редактирования нажимаем Done Editing Shape. И далее, я планирую устроить эксперименты с фильтрами, для поиска нужной формы. Вы также можете дать волю экспериментам и не обязательно повторять мою форму. То есть, просто переходим в вкладку Filters, нажимаем Add Layer, затем кнопку Add и приступаем к экспериментам. Я просто буду перебирать каждый фильтр и выбирать понравившийся. Посмотрим, что из этого получится. Чтобы добавить понравившийся фильтр, нажимаем кнопку Add, которая находится внизу. Кстати, мне очень нравится фильтр Curve. С ним можно получить достаточно интересные формы. Для этого правой кнопкой рисуем, а левой кнопкой удаляем Shape, который находится в фильтр Properties напротив Curve. После его настройки, я приступаю к добавлению остальных фильтров. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Далее, когда добавили все фильтры, нажимаем на кнопку Back Чтобы выйти из каталога и приступить к настройке добавленных фильтров В итоге у меня получилось такое количество фильтров Приступаю к их настройке Естественно, выключаю тени в настройках, чтобы не отвлекали Затем редактирую Ocean Plane, который находится в настройках сцены в вкладке Environment Он нам пригодится для создания песка Кстати, в последней версии World Creator добавили новый шейдер Oceana Который выглядит достаточно круто и имеет много интересных настроек Субтитры создавал DimaTorzok Плюс также добавили объемные облака и немного улучшили сам рендер В третьей версии вообще будет настоящий retracing, как обещают разработчики То есть, в ландшафтах можно будет спокойно рендерить внутри World Creator И иметь результат не хуже, чем в том же Octane Render Итак, после настройки океана я немного изменяю положение солнца Чтобы лучше видеть нужные мне детали И приступаю к настройке фильтра Если изменение слайдеров у Вас жутко тормозит в 4К разрешении Вы можете включить Multiframe Generation в настройках в вкладке General Продолжение следует... Благодаря этой опции будет идти пререндер внизу и слайдеры уже не будут тормозить То есть, как можете заметить, я кручу слайдер и нет падения FPS Затем немного жду пререндер и вижу финальные изменения В общем, приступаю к настройке всех фильтров Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Периодически проверяю, как выглядят детали вблизи. Для этого ставлю специальный манекен с помощью клавиши H. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее в некоторых фильтрах включаю опцию Height Select И слева на панели активирую тугол HeadMaps, чтобы видеть влияние эффекта. После чего настраиваю ее таким образом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В итоге получился такой ландшафт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скалами, песком и снегом. Сейчас неважно, какие текстуры будут. Мы это делаем лишь для удобства восприятия и настройки. Субтитры создавал DimaTorzok Обязательно пишем имя для каждого слоя в поле Тех. Чтобы потом не перепутать их в Unreal Engine 4. Далее приступаем к настройке каждой текстуры. Первую текстуру оставляем по умолчанию. Выбираем вторую. В вкладке General активируем Eliminate Tiling. Чтобы визуальное отображение тайлинга стало лучше. В настройках второй текстуры активируем Cavity и делаем такие настройки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После чего приступаем к настройке остальных текстур. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее возвращаемся в Base и проверяем разрешение текстуры. Значение в Precision должно совпадать с Terrain Size. Так как Unreal учитывает только одно разрешение и загружает ландшафт такого же размера. То есть его размер равен разрешению текстуры. В данном случае это 4 км на 4 км. Приступаем к экспорту в Unreal Engine 4. Для этого выбираем данную иконку. MapType TerrainHeightMap RowFormat 16bit Обязательно включаем опцию FlipY GameEngine Unreal Также запоминаем ScaleZ И нажимаем Export Далее переходим в вкладку HeatMaps В SelectType выбираем Textures Видим, что для каждой текстуры активировался текст, который мы писали. Обязательно включаем опцию GlobalFlipY И нажимаем кнопку Export Если Вы зайдете в папку после экспорта, то Вы увидите 7 масок для материалов плюс 1 дисплейсмент карта. Главное то, что для них назначены понятные имена. И в Unreal Engine 4 Вы уже вряд ли запутаетесь. Открываем его и приступаем к импорту. Итак, создаем проект из категории Games. Выбираем любой пресет, например, Flying и нажимаем Next. Затем вводим название проекта в поле Name и нажимаем Create Project. После чего у Вас откроется пресет уровня с летающим объектом. Все эти объекты нам не нужны и их можно удалить. Конечно же все, что относится к летающему объекту и атмосфере, оставляем. Так как возможно Вы потом захотите полетать по своему уровню. В итоге, после удаления у Вас должна остаться камера, освещение, пост-эффекты и сам летающий объект. Теперь приступаем к импорту ландшафта. Для этого нажимаем на иконку с горами. Далее нажимаем на Import From File. Затем на иконку и выбираем Height Map, который экспортировали из Word Creator. В итоге, у Вас появится превью ландшафта со всеми нужными настройками. Единственное, что нам нужно изменить, это Scale по оси Z. Как Вы помните, в Word Creator это значение равно 104.66. Чтобы импортировать ландшафт в сцену, нажимаем кнопку Import. После этого Вы увидите точно такой же Landscape, как мы создали в Word Creator. И я сразу же хотел ответить на вопрос, который мне часто задают. О том, как же работать с большими ландшафтами. Какое должно быть разрешение дисплейсмента. Как текстурировать. Чтобы на глазапах все выглядело отлично и так далее. Весь workflow выглядит таким образом. Вы сначала создаете основной ландшафт в Word Creator. Например, 8 км на 8 км. Разрешение такого дисплейсмента будет 8129 на 8129. Или 4 км на 4 км с разрешением 4033 на 4033. Затем экспортируйте этот движок таким способом, который показал сейчас. Или другим, более оптимизированным, который покажу позже. Затем создаются все нужные слои с текстурами 4К или даже 8К. С дополнительными картами нормалей и дисплейсмента. Эти слои смешиваются с помощью масок. Настраивается Distance Blend Tiling. Добавляется трава, деревья и так далее. И в итоге получается нужный результат. То есть в Word Creator не обязательно создавать высокодетализированный дисплейсмент. Так как Вам просто не хватит ресурсов и это не оптимально. Все мелкие детали для Close Up уже добавляются с помощью Megascans или других библиотек материалов. Это что касается Workflow. Теперь приступаем к созданию Advanced Material для нашего ландшафта. Создаем папку Materials внутри Content. Для этого нажимаем правую кнопку мыши и выбираем New Folder. В этой же папке создаем папку для Functions. И теперь давайте приступим к импорту семи материалов для семи слоев в Landscape материале. Это будет три типа травы, земля, скалы, песок и снег. То есть те же самые слои, которые у нас были в Word Creator. Чтобы разделить ландшафт на зоны. Все эти материалы будем импортировать с помощью плагина Megascans. Итак, открываем Quixel Bridge и я напоминаю, что он пока работает только с версией 4.24. Так как 4.25 еще не вышло официально. Чтобы установить плагин Megascans Bridge, Вам просто нужно указать версию движка и путь к папке с плагинами. Тогда плагин будет установлен автоматически и после перезагрузки движка, у Вас появится нужная иконка. Нажимаем на нее и обязательно включаем опцию Enable Displacement. Далее ищем все нужные материалы и импортируем движок. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok После чего создаем его Material Instance То есть нажимаем на нем правой кнопкой мыши и выбираем Create Material Instance Его называем Landscape Inst Данный материал мы потом перетянем на Landscape и с помощью него будем настраивать разные параметры В папке Functions создаем материал Function. Для этого нажимаем правую кнопку мыши, переходим в ту же категорию и выбираем материал Function. Называем ее Unreal Engine Function. Именно эта функция может перенести все Megascans материалы в Landscape Master. Итак, вам нужно зайти в папку MS Presets, открыть папку MS Defaults и там уже материал, который находится в этой папке. Это мастер материал от Quixel и здесь находятся все параметры, которые нам нужны. Выделяем все содержимое, которое видите в этом редакторе, кроме этой ноды. Затем нажимаем Ctrl-C, после чего открываем нашу функцию и с помощью Ctrl-V вставляем все в скопированные ноды. Далее нажимаем правую кнопку мыши и создаем ноду Make Material Attributes. Она как раз будет связывающим звеном между Megascans и нашей функцией. Соединяем ее выход с нодой Output Result. Далее повторяем все соединения точь в точь, как в Master Material от Quixel. То есть, в первый layer помещаем Base Color и так далее. Просто смотрите на экран и повторяйте то, что я делаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, функция почти готова. Потом мы еще добавим несколько параметров, но сейчас, пока просто ее сохраняем. Для этого нажимаем на кнопку Save. После этого открываем наш мастер материал, который создавали ранее. И Вы сразу же заметите, что слоты World Displacement и Tessellation Multiplier не активны. Чтобы их активировать, Вам нужно включить теселяцию в настройках материала. Выделяем его и в настройках слева ищем вкладку Tessellation. Для параметра D3D11TessellationMode выбираем Flat Tessellation. То есть повторяем настройки Quixel Master Material. Теперь в этот мастер материал, нужно перетянуть функцию, которую мы создали. Затем создаем 6 дупликатов с помощью Ctrl-C и Ctrl-V. Далее, все входящие параметры ноды Landscape Master нужно конвертировать в Material Attributes, так как они уже есть в нашей функции. Для этого Выделяем данную ноду и в ее настройках включаем опцию Use Material Attributes. Затем нажимаем правую кнопку мыши и добавляем Landscape Layer Blend. Эту ноду подключаем в Material Attributes и также нам нужно создать 7 слоев, чтобы подключить наши функции. Выделяем ноду и в ее настройках нажимаем 7 раз на иконку Плюса. Каждый слой переименовываем и создаем такие же имена, как и у папок с Megascan с материалами. Субтитры делал DimaTorzok Далее, каждую функцию соединяем с определенным слоем. Теперь для каждой из функций нужно создать входящие слоты, чтобы у нас появились определенные параметры в Instance Material. Для этого переходим в функцию и для каждого параметра нужно создать Function Input. Для начала создадим эти параметры для текстурных слотов. Albedo, Metalness, Roughness, Normal и Displacement. То есть в Material Instance у Вас для каждого слоя будут активны эти слоты и Вы в любой момент сможете изменить материал. Например, вместо песка загрузить еще один тип скал и так далее. Поэтому нажимаем правую кнопку мыши и создаем Function Input. Далее в настройках этой ноды обязательно нужно выбрать Texture 2D для параметра Input Type. После чего наводим курсор на параметр Preview, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Promote to Parameter. Теперь нам нужно удалить старое Albedo и создать немного другой тип ноды. Потому что нам нужен параметр Text, которого здесь нет. Нажимаем правую кнопку мыши и создаем Texture Sample. В Function Input подключаем слот Text. Удерживая Ctrl, переносим UVS в новую ноду. Далее исходящий слот RGB соединяем слотом A в ноде Lerp и Base в ноде Blend Overlay. Затем удаляем ноду Albedo, так как в ней нет необходимости. А Texture Sample ставим на ее место. Затем переименовываем параметр Input Name в ноде Input на Albedo. После чего нажимаем на кнопку Save и смотрим, что произошло в Landscape Master Material. Как можете заметить, для каждой функции появился входящий слот Albedo. Далее клипкаем правой кнопкой мыши на Albedo и выбираем Promote to Parameter для каждой функции. Чтобы создать нужный слот в Instance Material. Название для этого параметра вводим такое же, как и имя слоя. То есть, например, для Grass L1 это будет такое же название. Плюс нижнее подчеркивание Albedo. Затем периметра вводим Экстер, как и имя слоя. Нормально. И еще раз. Далее, если сохранить данный мастер материал и открыть материал Instance, Вы увидите вкладку «Texture Parameters Values» и там все входящие слоты Albedo для каждого из слоев с соответствующим названием. Далее, давайте создадим категорию для этого типа текстур. То есть возвращаемся в Master Material, выделяем все параметры и в настройках для параметра групп пишем название Albedo Textures. Сохраняем и проверяем, что получилось в Landscape Instance Material. Как можете заметить, у нас появилась категория, которую мы создали и все эти параметры добавились в нее. Итак, идем дальше. Теперь поработаем с текстурными слотами для Metalness, Roughness, Normal и Displacement. То есть копируем уже готовую связку этих трех нот и заменяем каждый старый слот на новый. Обязательно повторяем те же самые соединения, чтобы ничего не поломалось. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Затем, естественно, возвращаемся в наш Landscape Master и создаем такие же параметры для появившихся слотов. Не забываем переименовывать в соответствии с названием слоя. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я сейчас медленно покажу каждую ноду, чтобы Вы проверили расположение всех параметров и их соединение с функцией. Пожалуйста, проверяйте все эти моменты очень внимательно. Не спешите. После того, как все внимательно проверили, можно сохранить данный мастер материал. И проверяем, что получилось в Landscape INST. Здесь появились все параметры, которые мы добавили. Теперь давайте разделим их на категории. Для каждого слоя будет отдельная. То есть выделяем все параметры одной функции и создаем группу с названием слоя плюс нижнее подчеркивание Textures. И так делаем с каждым слоем. Добавил субтитры DimaTorzok После чего, сохраняем материал и проверяем, что получилось в Landscape INST. Как можете заметить, появилась отдельная категория для каждого слоя. И в каждой расположены нужные слоты с текстурами. Итак, сохраняем этот инстанс и возвращаемся в Landscape Master. Далее, сворачиваем это окно и назначаем Landscape INST на наш ландшафт. То есть выбираем Landscape в списке объектов и в Details для Landscape Material назначаем Landscape INST. В этот момент, может показаться, что Unreal Engine завис. И как Вы просили, я покажу время этого зависания. Потом пойдет компиляция шейдеров и это время я тоже покажу. Для тех, кто еще не знает, у меня Core i9-9900K. И в этом уроке, Вы будете наблюдать время компиляции именно на этом CPU. То есть, как Вы уже наверное поняли, вся компиляция идет не на видеокарте, а зависит от мощности Вашего CPU. Опять же, это первый метод и, как можете заметить, тут почти 197000 шейдеров. Второй метод будет более оптимизированный и его я конечно же покажу чуть дальше. Также, время компиляции зависит от размера Вашего ландшафта. Чем он меньше, тем компиляция идет быстрее. Итак, Вы видите, сколько ушло времени на компиляцию шейдеров на ландшафте размером 4 километра на 4 километра. Далее, чтобы ландшафт не был черным, Вам нужно для каждого слоя загрузить Weight Map. Таким образом, Вы включите возможность рисования по поверхности. То есть, напротив каждого слоя нажимаем плюс и выбираем Weight Blended Layer Normal. Но не спешите это делать сразу для всех. Лучше сначала включить для первого и немного подождать. И тут Вам снова может показаться, что Unreal завис. И это минус этого метода. Через 49 минут мне просто надоело ждать. И если Вы также не хотите ждать, то есть выход. Я сейчас завершу этот процесс, потому что неизвестно, сколько он еще будет думать. И покажу, как можно решить этот вопрос. Это еще не второй метод, о котором я говорил. Но это тоже хорошее решение, если Вы не захотите использовать его. Итак, в первую очередь открываем функцию и копируем все ее содержимое, чтобы не потерять. Создаем еще одну временную функцию и вставляем все это содержимое и сохраняем. В старой функции удаляем все эти ноды. Далее создаем Function Input, подключаем его в BaseColor и в InputName в настройках этой ноды вводим название Color. После чего сохраняем эту функцию. Переходим в Master Material и для каждой функции делаем Promote to Parameter и выбираем цвет. Продолжение следует... Вfilючает в открыт наской Total и в марш pointing в стене. В Продолжаем вырезать все ноды с текстурами, которые у нас были. Сохраняем данный мастер материал. Создаем еще один, естественно-временный и в него вставляем эти ноды. Также сохраняем его. И когда Вы откроете Landscape Inst, Вы увидите все цвета, которые мы создали. Далее удаляем ландшафт, который импортировали. Потому что даже с таким количеством параметров, будет долгая компиляция, из-за его размера. После чего создаем обычный маленький ландшафт, уже с этим инстансом. Пускай это будет ландшафт 64 на 64 метра. Нажимаем Create. Как можете заметить, компилируется всего лишь 600 шейдеров, а не 197 тысяч. Далее переходим в Paint и для каждого слоя выбираем Weight Blended Layer. Для каждого из слоев будет идти своя компиляция. Но опять же повторюсь, это не 197 тысяч шейдеров. То есть данный трюк заключается в том, что Вы просто делаете всю настройку материалов на таком маленьком ландшафте. А потом переходите ко второму методу. Поэтому загрузку мегаскансов я покажу сейчас на таком ландшафте. И уже потом, мы используем этот готовый материал на ландшафте из Word Creator. Благодаря этому трюку и второму методу, который я покажу. Все будет гораздо быстрее, чем просто сразу создавать материал на огромном ландшафте и ждать долгие компиляции. Далее возвращаемся в временную функцию и копируем все содержимое, которое мы туда вставляли. Вставляем его в нашу основную функцию. Естественно, перед этим удаляем те простые ноды, которые создавали. Подключаем Make Material Attributes к ноду в Output Result и нажимаем Save. У Вас пройдет быстрая компиляция. Теперь нужно перейти в Master Material и вернуть то, что было. То есть открываем временный, который мы создавали и копируем все ноды. Затем возвращаем их в основной. Ноды с цветом, естественно удаляем, так как они нам больше не нужны. И заново соединяем все вставленные ноды. Сомичstro Zamback. С quelle стороны мы получаем с molation. И так же будем вставать electrons. И сейчас происходит все в последнее случая. Я думаю вам понятно, что мы делаем все как было раньше. После того, как сформировали временный ландшафт. Благодаря этому подходу, я уже рассказал Вам, как рисовать материалами без долгой компиляции. Теперь задача вернуть все и затем уже загрузить основной ландшафт. Причем, мы сможем использовать скомпилированный Weight Blended на новом ландшафте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После того, как соединили все ноды, сохраняем этот мастер материал. И ждем компиляцию. Как можете заметить, у нас всего лишь почти 2000 шейдеров, а не 197000. То есть, не нужно ждать час, чтобы получить результат для настройки. Пока идет компиляция, проверим Landscape Inst и, как можете заметить, вернулись все слоты, которые были раньше. Итак, как обычно я показал время компиляции и идем дальше. Теперь выбираем Landscape Inst и включаем все текстурные слоты. Для того, чтобы загрузить в них Megascan с текстурой каждого материала. Переходим в папку Megascans и выбираем его. В каждый слот перетягиваем соответствующую текстуру. И так делаем с каждым материалом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока не обращаем внимания на кучу предупреждений в превью-окне. Мы сейчас исправим эти ошибки. Для этого нам нужно зайти в Мастер материал и выбрать каждое превью для слота Normal. После этого мы открываем папку любого Мегасканс материала и перетягиваем карту нормали. Так как в Unreal очень важно, чтобы был правильный тип карты. Если же Вы просто выберете эти слоты и поменяете Sampler Type на Normal, у Вас будут ошибки. Затем делаем то же самое для Roughness и Displacement слотов. Субтитры создавал DimaTorzok Далее сохраняем мастер материал и ждем компиляцию шейдеров. Итак, после того, как закончилась компиляция, давайте проверим Landscape Inst. Как можете заметить, все предупреждения о неправильных текстурах исчезли. В итоге в слоях мы видим все загруженные материалы из Мегасканс. И чтобы рисовать материалами, Вам для каждого нужно снова выбрать Layer Info, который компилировался ранее. И после этого Вы можете выбрать любой из слоев и рисовать им по поверхности. Перед выбором каждого будет идти компиляция, небольшого количества шейдеров. И потом Вы сможете рисовать выбранным материалом. Выбираем каждый материал и пробуем рисовать. И естественно, у Вас 100% произойдет такая ситуация, когда Вы не сможете рисовать материалом. И на лошафте будет просто текстура чекера. Не спешите волноваться, ничего не поломалось. Просто мы превысили лимит текстуры и это легко исправляется. Чтобы это сделать, Вам нужно зайти в функцию и для каждого текста сэмпла, нужно выбрать Shared Wrap. Для опции Sampler Source. После чего ждем еще одну компиляцию и проверяем работу каждого из слоев. Продолжение следует... И как можете заметить, каждый из слоев работает без проблем и можно рисовать разными материалами. В любой момент, Вы можете переключиться на другой слой и просто рисовать. Но также, я думаю, что Вы заметили, что текстура тайлится и это очень заметно. Поэтому я сейчас расскажу, как решить эту задачу. Заходим в уже знакомую Вам функцию и приступаем к созданию нод для тайлинга. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Pixel Depth. Затем удерживаем A и просто кликаем в это пространство. В итоге у Вас появится нода Add. Теперь Вам нужно подключить исходящий слой Pixel Depth в слот A этой ноды. Далее нажимаем правую кнопку мыши и создаем ноду Substract. Исходящий слот ноды Add соединяем с слотом A этой ноды. Далее удерживаем D и кликаем в пространстве, чтобы создать ноду Divide. Соединяем ноду Substract с слотом A у этой ноды. После чего нажимаем правую кнопку мыши и создаем ноду Clump. В ее главный слот подсоединяем ноду Divide. Затем создаем Function Input для слота B в ноде Substract. Эту ноду называем Distance Parameter. С помощью него, мы будем управлять расстоянием плавного смешивания ближнего и дальнего тайлинга. За счет этого будет создаваться иллюзия того, что текстура не таялится. То же самое делаем для ноды Divide. Но эту ноду уже называем Distance Sharp. С помощью этого параметра, мы будем настраивать резкость границы перехода между ближним и дальним тайлингом. Далее нам нужно создать несколько Texture Sample, как раз для смешивания этой границы. Для первого выбираем стандартную текстуру, которая называется Т нижнее подчеркивание Macro Variation. Затем делаем два дупликата этой ноды с помощью Ctrl-C и Ctrl-V. И для последней ноды, вместо этой текстуры, выбираем стандартный Perlin Noise. Далее нам нужно создать три Multiply ноды. Для этого удерживаем клавишу M и кликаем три раза в рабочем пространстве. У первой Multiply для слота B вводим значение, равное 0.2. Для остальных, это значение должно равняться 0.1. После чего, каждую ноду соединяем слотом UV в ноде Texture Sample. Затем для каждой ноды в слот A, нужно загрузить текстурные координаты. Для этого есть специальная нода, которую можно скопировать с категории UV Controls. Далее, чтобы все работало, нам нужно создать еще несколько нод. И потом очень внимательно образовать разные соединения между нодами из Pixel Desk и этими текстурными масками. Для начала нам нужно создать две Lerp ноды. Чтобы создать такую ноду, вам нужно удерживать клавишу L и кликнуть в рабочем пространстве. Для первой ноды в ее настройках вводим значение, равное 0.3 для параметра A. А для B это значение равняется 3. Эту Lerp ноду используем для первого Texture Sample. То есть соединяем его красный канал с Alpha слотом. Следующий Lerp будем использовать уже для третьей текстуры. В его настройках для A вводим значение, равное 1500, а для B 3000. И тоже соединяем красный канал ноды Texture Sample с Alpha каналом. Итак, у нас есть ветка с этими масками и Pixel Desk. Ветку с Pixel Desk помещаем вперед. И выход с Lerp, который относится к третьей маске, нужно соединить с слотом B ноды Add. А для первого Lerp создаем еще ноду Clump. Далее нам нужно временно убрать соединение Albedo, то есть оставить пустыми слоты Base и A. После чего создаем ноду Lerp. Слот RGB из Texture Sample соединяем с слотом A в этой ноде. Затем создаем ноду Multiply. Для этого нажимаем M и кликаем в рабочем пространстве. После чего слот G из Texture Sample подключаем в слот A этой ноды. Выход из Multiply подключаем в B-слот ноды Lerp. Далее нам нужно создать Function Input для слота B в этом Multiply. Затем нажимаем на Vector 3, т.к. это будет обычный цвет. Этот параметр называем Distance NeoColor. То есть вблизи этот цвет будет смешиваться с основной текстурой через маску. Затем нажимаем 3, кликаем в рабочем пространстве и полученную ноду соединяем с этим параметром. После чего назначаем любой цвет, ибо сейчас это не так важно. Затем нужно создать еще один Lerp, для первого, который мы создавали для Texture Sample в Albedo. Далее просто копируем функцию с цветом из первого Lerp и называем ее Distance War Color. Я думаю, что Вам не нужно объяснять, для чего она будет использоваться. Я выберу для нее красный цвет. После чего соединяем эту функцию с слотом B во второй ноде Lerp. Но это еще не все. Теперь создаем еще один Lerp и подключаем его в слот B с ноды Blend Overlay. И в слот A ноды рядом стоящего Lerp. То есть возвращаем то соединение, которое удаляли ранее. Первый Lerp, относящийся к ноде Texture Sample, соединяем в слот A нового Lerp. И второй Lerp соединяем в слот B. Но опять же, мы еще не закончили. Теперь нужно соединить те ветви, которые мы создали для масок и Pixel Death. То есть в альфа первого Lerp подключаем кламп, который относится к первой маске. А в слот альфа второго Lerp нужно подключить красный канал второй маски. Ведь для нее мы ничего не создавали. Но эта нода тоже должна участвовать в смешивании. В итоге у нас остался последний слот альфа. Клапа в основном Lerp для Albedo. И именно к нему мы подключаем всю ветку Pixel Death. То есть соединяем кламп с этим слотом. Фух! Теперь можно сделать сейв твороделанной работы. После чего открываем главный материал Landscape Master. И здесь для каждого слоя, вы увидите новые параметры, которые мы создали в функции. И в первую очередь нам нужно создать параметры для слотов Distance Parameter и Distance Sharp. То есть нажимаем правой кнопкой мыши на них и выбираем Promote to Parameter. Для Distance Parameter вводим значение, равное 1500 в слот Default Value. А для Distance Parameter это значение должно быть равным 500. Опять же, это временные значения. И в любой момент вы можете их изменить. Эти два параметра соединяем с соответствующими слотами в остальных слоях. Продолжение следует... Далее у нас остались два параметра для дальнего и ближнего цвета. Тут уже для каждого слоя делаем разные ноды. Так как у каждой текстуры свой уникальный цвет и нам нужно будет его скопировать в дальнейшем, чтобы смешивание было более правильным для каждого материала. Естественно, для каждого слота вводим имя, соответствующее названию слоя с материалом. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Для этого заходим в функцию и создаем эту категорию из этих трех параметров Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ниже тех, что создали ранее Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Чёрный цвет Добавил субтитры DimaTorzok 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 Итак, управление тайлингом Roughness готово. Теперь нужно сделать то же самое для карты нормалей и дисплейсмента. Тут я уже не буду ничего комментировать, потому что буду делать те же самые действия. Просто, пожалуйста, внимательно повторяйте их и все у Вас получится. Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Итак, у нас все готово. Теперь нужно перейти в Master Material и настроить эти параметры для Landscape Inst Material. Но перед тем, как это делать, давайте добавим комментарии для функции тайлинга, чтобы потом было удобно ориентироваться в этой куче нот. Далее сохраняем эту функцию и идем в Master Material. И здесь Вы увидите новые слоты для каждого слоя. Так как мы используем те же самые текстуры для Distance Styling эффекта, то просто подключаем Normal, Roughness и Displacement соответствующие слоты. После чего сохраняем данный Master Material и идем дальше. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Теперь давайте настроим все цвета тайлинга для дальнего и ближних ракурсов. Сделаем легкий скульпт нашего ландшафта, чтобы было проще ориентироваться. Для этого выбираем иконку скульпта. Итак, открываем Landscape Inst и приступаем к настройке цветов. То есть, сначала рисуем слоем, который нужно настроить. Затем, настраиваем его цвет. В данном случае, я нарисовал первый слой Grass 1 и активировал Grass L1 Far и Grass L1 Nerd цвета. Цвет копируем пипеткой с основной текстуры. Для фар слота делаем то же самое. Далее, проделаем такие же операции с остальными слоями. Затем, сохраняем материал и идем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok И здесь Вы спокойно можете установить такое значение. Но так как нам просто не хватает 15 МБ, то просто активируем консоль. Нажимаем вверх, чтобы вернуть тот текст, который писали. Далее пишем равно, пробел 700. Я думаю, этого будет достаточно для этой сцены. Если нет, то еще раз увеличим. Ведь Вы уже знаете, как это делать. Как только мы ввели это значение, предупреждение о нехватке памяти больше нас не тревожит. Идем дальше. Далее переходим в режим Wireframe. Временно выключаем объект SkySphere. И давайте проверим, как работает displacement вместе с теселяцией в Landscape Inst Material. В первую очередь нужно активировать все опции, которые есть в вкладке Tessellation. И теперь, если Вы увеличите значение Near Tessellation до 64, то увидите, как вблизи Вас сетка стала намного плотнее. А дальше идет переход к той сетке, которая у нас была по умолчанию. Если Вы будете уменьшать этот параметр, то сетка будет становиться менее плотной. Также, Вы можете настроить радиус действия плотности с помощью параметров Fade Distance. Благодаря этому, можно оптимизировать сцену и показывать displacement только вблизи персонажа. То есть, чем меньше это значение, тем быстрее будет работать viewport у юзеров со слабой видеокартой. Также, если отъехать камерой назад, то увидите, как тоже включается оптимизация сетки и она становится менее плотной. За это отвечает параметр Fart Dessellation. Так как он равен 0, то при отдалении камеры, плотность становится такой, как была по умолчанию. При приближении активируется Neuro Tessellation и конечно же сам Displacement. Здесь Вы можете его настраивать с помощью разных параметров. При желании, эту вкладку можно сделать для каждого из материалов, благодаря методу, который я показывал ранее. То есть, сделать отдельной группой и так далее. Но я сейчас не буду этого делать, чтобы не ждать долгую компиляцию нового шейдера. Сейчас наша задача закончить настройку материала, чтобы он был готов для нашего ландскейпа из World Creator. Итак, материал готов. Displacement Вы при желании можете включить. Я только что показал, как. Теперь давайте удалим данный ландшафт и импортируем тот, что создавали в World Creator. Сейчас Вы поймете, почему лучше сначала настраивать все материалы на маленьком ландшафте, а уже потом импортировать тот, что мы делали в World Creator. Итак, импортируем ландшафт. Сразу же назначаем наш материал и нажимаем Import. Ландшафт. Как можете заметить, ландшафт импортировался достаточно быстро. Теперь переходим в вкладку Paint и назначаем все веса, которые создавали ранее. Во время выбора веса, для первого слоя придется немного подождать. Для остальных уже будет быстрее. Как только Вы загрузите первый слой, то увидите, что тайвинг пока заметен. И естественно, его нужно настроить в Landscape Inst для этого ландшафта. Как это делать, Вы уже знаете, ведь мы создали все нужные для этого параметры. А я сейчас загружу информацию о весе для остальных слоев. Как можете заметить, здесь не нужно ждать компиляцию, так как мы пока не рисуем этими слоями. Теперь для каждого из слоев загрузим маски из World Creator. Предупреждаю, что в эти моменты у Вас может вылететь Unreal или просто зависнуть на долгое время. Я просто покажу этот момент у себя. Это я делаю для тех, кто все-таки хочет не заморачиваться со вторым металлом, который я сейчас покажу. А именно, сразу загружать полноценную карту. Для того, чтобы загрузить маску, нажимаем правую кнопку мыши на слое. Выбираем Import From File и указываем Hitmap для этого слоя. Это те самые Hitmap, которые мы экспортировали из World Creator. То есть для слоя с GRASS L1 выбираем одноименную Hitmap. В появившемся окне нажимаем ОК и ждем. То же самое делаем с остальными слоями. Играет музыка. Металлера 5. Конец. Играет музыка. И так, на шестом слое, после 25 минут, у меня вылетел Unreal. И да, ждать еще 25 минут мне не захотелось. И поэтому, я решил Вам сразу показать второй способ. Потому что с первым уже и так все ясно. Просто ждем долгое время, пока скомпилируются все хитмапы. Если вылетел Unreal, то все сохраняется и Вам просто нужно будет еще раз загрузить. Последнюю хитмапу и еще раз подождать. По-моему, это очень нудное занятие. Поэтому я предпочитаю работать со вторым способом. Ну а для тех, кто хочет первый, я уже все показал. Во втором способе все работает гораздо стабильнее и компиляция шейдеров идет быстрее. А все потому, что Landscape делится на несколько частей с помощью специального инструмента Split, Word Creator и Unreal Engine. То есть во время экспорта выбираем обязательно Flip Y, как обычно. Но также включаем Split и для него уже не нужно активировать Flip Tile Y. Также обязательно включаем опцию Include Border, чтобы не было разрывов между частями тайла. И конечно же задаем разрешение. Чем оно меньше, тем больше будет частей ландшафта. Если у Вас будет долгая компиляция на том примере, который я показываю, можете уменьшить это значение, сверяясь с таблицей. Например, до 10000 на 10000 или 505 на 505. И конечно же, как обычно запоминаем Scale по Z. Он нам пригодится во время импорта. То же самое делаем и в Hitmap экспорте. Когда Вы все экспортируете, у Вас получится 4 карты Hitmap с нужными координатами для Unreal Engine. И такие маски для каждого тайла. И сейчас я расскажу, как все это импортировать в Unreal Engine 4. Возвращаемся в движок и Вам нужно включить опцию Enable World Composition в настройках в вкладке World Settings. Если у Вас ее нет, то просто заходим в меню Windows и активируем ее. После чего открываем вкладку Levels из того же меню. Затем нажимаем на кнопку Levels и выбираем Import Tiled Landscape. Обязательно выключаем данную опцию, потому что мы уже сделали это в Word Creator. Далее выбираем Landscape INS для опции материалов. И у Вас появятся все слои, в каждой из которых нужно загрузить свои Hitmap маски, которые мы экспортировали из Word Creator. Затем нажимаем на кнопку Select Heatmap Tiles и указываем 4 текстуры Heatmap. В Landscape Scale для поля Z пишем то значение, которое было в Word Creator. Теперь давайте загрузим нужные Hitmaps для каждого слоя. Для этого нужно нажать Select Weight Map Tiles напротив имени слоя. Благодаря тому, что мы назначили имя тега, Вы не запутаетесь в этой куче карт. Для Grass L1 слоя это все карты с таким тегом. И то же самое делаем для других слоев. И все подразумения Yea. Я видела и телефон поверь. И то же самое делая. И то же самое делаем клиент трекица Francisco. Благодаря тому proprietиков recom Todos пишем это пишем это пишем- Л��서indo к этому. Поняла это вид��App. Так, omnipég, который я наступил о детстве. После того, как загрузили все карты, нажимаем кнопку «Import». В итоге у Вас появятся все карты. Выделяем их, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Load». После этого, у Вас достаточно быстро загрузится весь ландшафт в том виде, в котором мы его создали в Word Creator. При этом все текстурные маски также будут применены и не нужно ждать долгой компиляции шейдеров. При желании, Вы можете нажать на данную иконку и проверить его в специальном окне в Word Composition. Здесь можно выделить каждый тайл и увидеть, как он выглядит. Теперь естественно, можно поэкспериментировать с разными настройками в Tile Parameters, чтобы немного убрать тайлинг. Стремимся достичь того момента, когда тайлинг не слишком явный. С помощью настройки Offset можно получить что-то похожее на триплонары и в итоге будет не такая растянутая текстура. То есть, я думаю, что здесь у Вас не возникнет сложности в настройке каждого из параметров для достижения нужного результата. А я иду дальше. Давайте проверим, как работает рисование слоями. Выбираем любой из них и пробуем рисовать. Да, тут будет появляться компиляция шейдеров, но не такая долгая и конечно же для определенной области, в которой Вы рисуете. Субтитры сделал DimaTorzok Также, давайте проверим, работает ли тесселяция. Субтитры сделал DimaTorzok Да, как видите, все работает. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Теперь можно идти дальше. Дальше. При желании для каждого слоя можно создать отдельные параметры тайлинга. Для этого нужно зайти в функцию и вместо каждого зеленого параметра UV-Controls и Distance UV-Controls, создать свой Function Input параметр. Я немного приведу некоторые ноды в порядок и покажу, как это сделать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, все ноды организованы. Теперь можно приступить к созданию нужных нод Function Input. Создаем их для UV-Controls и каждый параметр называем так же. Продолжение следует... Затем соединяем те же слоты и чтобы не было ошибки, в Input Type выбираем Function Input Scalor. Зеленые параметры можно удалить, так как Function Input будет выполнять их работу. То же самое делаем и для Distance UV Controls. Далее делаем Save и переходим в Master Material. Теперь для каждого слоя появилось еще несколько параметров, которые мы создали. Для каждого нужно сделать Promote to Parameter и конечно же переименовать в соответствии с названием слоя. Продолжение следует... Продолжение следует... Затем добавляем все параметры в группу и также делаем комментарии для них. Чтобы было удобно ориентироваться во всех этих нодах. Чтобы создать комментарий, просто выделяем все ноды и нажимаем клавишу C. Продолжение следует... Далее просто клонируем, переименовываем и соединяем с другими слоями. Продолжение следует... Сколько нет? opa-покацию и herkes в percentile. Продолжение следует... ... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И конечно же, здесь придется подождать симуляцию 78000 шейдеров. Но согласитесь, это не 196000 шейдеров. И она началась только в последний момент, когда мы много чего сделали. А не происходило каждый раз, как в варианте с прошлым методом. Итак, здесь Вы увидите время компиляции на моем PC. И сразу же хочу предупредить о том, что прежде чем нажимать Save, несколько раз проверьте и подумайте. Внесите нужные изменения, а уже потом нажимайте эту заветную кнопку. Потому что теперь, когда Вы вносите правки в этот шейдер, будет идти такая компиляция. Возможно, кто-то знает, как избежать этого. Тогда пишите об этом в комментарии. То есть, я всегда все настраиваю, организовываю, а уже потом нажимаю Save. Или просто снова возвращаю маленький ландшафт. Работаю с ним. И уже когда 100% уверен в том, что не буду вносить правки, перехожу к основному. Теперь давайте проверим, что получилось в Landscape Inst. Как можете заметить, для каждого слоя создалась своя группа для тайлинга. То есть, теперь Вы можете его настроить для каждого слоя отдельно. Итак, сейчас я покажу все материалы, которые получились у нас в итоге. Это Landscape Master, его Instance, Landscape Inst. И функция, которая позволила нам добавить все Megascans-материалы в разные слои. И конечно же, дала возможность рисовать ими по ландшафту, как Вы и просили. Сейчас я медленно покажу все ноды, функции и так далее. Открываем ее и проверяем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь проверим, как выглядит Landscape Master. Именно он позволил нам создать все слои и подключить к ним функцию для каждого Мегаскан с материала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее, давайте медленно проверим, что получилось в Landscape Ins. В Instance это мастер материала, который позволяет делать разные настройки материалов, без необходимости каждый раз компилировать шейдеры. Продолжение следует... Потому что я достаточно подробно показал все нюансы и все, что Вам нужно сделать, это просто внимательно смотреть и повторять. И тогда у Вас все обязательно получится. Поделиться этим материалом я не могу, почему я думаю так понятно. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...